ДАРК СОЛЬ 2 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 ДАРК СЛОТ ДАРК СОЛЬ 2 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 Вы можете заново распределить свои очки, это очень важно. Я в прошлый раз играл, я очень много раз распределял очки, перераспределял, раз, наверное, 15, я пробовал все разные раскачки. Но это очень интересная особенность. Ну вот Сыклоп, очень неприятный персонаж, у него есть такая четырская способность, когда он хватает вас и начинает есть. Выжить невозможно, то есть, он может или бить меня ударами, или просто начать меня есть, это я умру тогда сразу же. Попробуем все-таки трюк со спины. Вот, почти, видели, сейчас бы мог меня схватить, если мне было бы вольно. Попробуем тогда вот так. Так, осторожненько, осторожненько, давайте выманем его. Так, пускай падает. Уходи, 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 да, 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 попало, попало, больно, больно. Ну, без этого никуда. Кстати, нормально, я ему дамаг наношу, хороший дамаг. Самое главное, чтобы он не схватил. Все равно, немножко мы не так делаем. Так, стоп, стоп, стоп. Вот он упал. Давай. Угу. Так. Давайте сделаем иначе, пускай он начнет отходить. Неприятный, он на всех уровнях неприятный противник. Потом он тоже нам будет встречаться, но и он также может быть, будет убивать нас с одного удара. Не удара, в смысле, если он схватит нас. Почти видели, мрази. Почти нас схватил. Вот, сейчас опять хочет, да? Вот, падай, падай. Так, аккуратненько надо, не хочу я погибать. Хорошо. Кстати, почему мы его убиваем? Во-первых, он даст нам колечко, очень полезное колесо для нас. Осторожненько. Во-вторых, он даст нам очень много душ, 1200 душ, это отлично в начале. Блин, ну как же так-то, а? Проворонил, проворонил. Вот видите, да? Казалось бы, что он не должен попасть, но он попадает. У него просто, видите, еще одна суперспособность есть, он может попадать за 100 километров. Уходи, уходи, очень немножечко. Еще один раз упадет и все, будет больно. Будет бобо. Давай, бобо, 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 бобо. Опа. Все, каменное колечко получили, отлично. Так, отличное колесо, что оно делает? Дополнительно снижает равновесие противников. Отличное колесо, многие его недооценивают. Само собой, есть смысл его брать, если вы ближний бой, там, бьетесь мечом, топором. И золотая смола. Это отличная смазка для нашего оружия. Золотая смола наделяет оружие ударом молнией. Ну, в первую очередь, нам нужно будет против босса, но нам надо еще убить двоих, в идеале. Давайте сходим костру, быстренько. Нужно будет еще убить двоих циклопов. В первую очередь, мы сейчас получим очень много хорошего опыта. Ну, не опыта, в смысле, душ. Мы сможем их тратить на апгрейд характеристик, это очень важно. Нужно было факел зажечь, ну ладно. Нету свыше у меня. Вот здесь их двое. Минус в том, да, что агрить по одному не получается. Только они сразу оба агрятся. Это вот минус. Будем пробовать. Давайте попробуем вот до первой смерти, и все. И потом пойдем дальше. Как вариант, да. Как вариант, пробую скинуть его. Его нет смысла просто так убивать, да. Из него никогда ничего не выпадает, запомните. Никогда. Только из табу выпадает кольцо по сценарию. И полетела. Ну, давай, красотка. Ну, полетела, я же сказал. Блин, так нечестно. Полетела, молодец. Ладно, все, до первой смерти я обещал. Я уже говорил много раз, что в этой игре вы будете падать постоянно. Ну, так они сделали эту игру. Не знаю, у них какая-то фобия нападения была. Значит, будем без этих... А, нам нужно забрать будет. В любом случае, возьмите, заберем. Заберем, попробуем еще раз, ладно. Давайте я даже перемотаю немного. Так, ну все, я вернулся. А вот у меня факел. Давайте мы его уберем. Просто я решил зажечь костерчик. Кстати, еще можно их убивать, например, через эту дырку, да. То есть, приманиваем и через дырку убьем, а они через нее пролезть не мог. Мне хочется все-таки сделать поумнее. Просто уронить их в воду. Опять же, я говорю, вы видите сами, что меня практически никто не может убить. Вообще никак. Но, единственная проблема только эти падения. Камон, камон, давай, иди, 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 иди. Нет, иди, и куда ж ты пошел. Ну ладно. Не хотят идти. Не хотят. Вот опять же, я рискую упасть, как-то навернуться и все. Оп-оп. О, какой взывой, а. О, какой взывой. Что, ты пойдешь, нет? Эх, не хотят, короче. Наверное, все-таки мы потом сюда придем. Куда-нибудь, ты упади. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Почти. Почти попал. Да, согласен. Давай, злись, злись, злись. О, да, да. Ну, давай, давай, давай. Камон. Ну, куда же ты? Ладно, короче, это просто трата времени бессмысленная. Пойдемте отсюда. Пойдемте, 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 пойдемте. Пойдем дальше, куда мы и хотели. Ну, я думаю, получится убить, но это будет очень долго, понимаете. Это просто будет очень долго. Их убить можно, конечно же. Но не сейчас. Я могу и сам потом сходить убить. Или просто на перемотке убить. Сейчас мы пойдем дальше. Да. Самое главное, мы убили того. Я говорил, да, что это первая, первостепенная наша цель была. Потому что мы взяли кольцо и взяли смазку. Теперь давайте я вам покажу, что такое сетевая игра. Сейчас мы поиграем немножко с другими. Это даст нам, во-первых, опыта. Опыта не в плане, что мы научимся играть. План, надо сделать еще одну вещь. Последний раз сделаем и пойдем в сетевую игру. А хотя кто нам мешает сделать это все одновременно? Так, во-первых, давайте мы уберем оружие. Мне не нравится это. Во-вторых, поставим не лог. Поставим, короче, вызов, да? Я надеюсь, его видно будет. Нет, давайте вот какой-нибудь сюда поставим. Нас могут, в принципе, вызвать, например, на босса. Это хорошо. Пойдем сразу в боссику. Сразу узнаем, есть ли у нас потенциал, готовы ли мы идти на босса. Пока нас будут вызывать, я уже говорил, что мы бояемся в том месте, где мы сейчас находимся. Не в месте, где стоит мелока, где я прямо сейчас стою. Поэтому мы будем делать свои дела. Оп, оп, оп. Хороший, вот этот хороший меч, реально, неплохой. Ну, я имею ввиду, из стартапа, да? Во, смотрите, вас призывает другой мир в обличии тени. Есть один минус, и касаемо PvP игры. То, что у меня очень плохой пинг. Я живу в Хабаровске, да? Из-за этого пинг очень сильно страдает. Всегда, когда вы появляетесь, нужно поздороваться, я же говорил, да? Привет, братюня. Видите, он не здоровается, потому что, ну, это плохой человек. Я не хочу про него чуть-чуть говорить. Я хочу говорить гадости, но так никогда не делайте. Собственно, все, нам бояться нечего. Мы можем хилиться, нам все равно, да? Нет, нас, конечно, могут убить, это понятно. Но в том плане, да, даже если нас убьют, мы просто появимся у себя в мире, и все. Так, хорошо. В первую очередь мы идем за тем, кто нас вызвал. Потихонечку деремся. Смотрите, я уже говорил, да? За убийство монстров нам дают очки опыта. Ну, не очки опыта, души, ну, вы понимаете, здесь все одно и то же. Опа. Опа. Я говорю, да, что... А, он, наверное, хочет того убить, но того мы не убьем. Это мини-босс. Это даже не мини-босс, это босс. Но этого босса мы сейчас не убьем 100%. Давайте попробуем. Для этого нам нужны нормальные итемы. Нормальное снаряжение. А у меня что, маленькая... Писечка, попочка. Как это что? Я пока не хочу апгрейдить оружие. Этого персонажа я знаю очень хорошо. В свое время я его очень хорошо изучал. Ой, ой, ой. Я вылетел случайно. Ха-ха-а-ай. Бежим, бежим, пока они там дерутся. Я сразу скажу, что шансы именно вот сейчас, да, убить его минимальные. У нас даже дамаги, видите, не хватит. Просто не хватит. Я не знаю, что он хочет. Хотя, почему бы не попробовать? Будем пробовать. Вы видите, да? Но здесь, именно в этом месте, я убивал, помогал убивать несколько раз. Просто, видите, если этот босс, он одноразовый, он относится к боссам одноразовым. То есть, он появляется именно здесь один раз. Если вы его не убиваете, а вы его никогда один не убьете в начале, потому что это в начале появляется. Он потом появляется в другом месте, а там уже его спокойно можно убить. Не, видите, в принципе, шансы есть. Неплохие шансы есть. На него какая-то сильная атака со спины не проходит. Видите, я его очень хорошо знаю, очень хорошо. То есть, в то время, я говорю, я изучал этого босса. Вообще, всех боссов я изучал. Да, да, да. Не, убьем. Кстати, если мы убьем, нам дадут хорошую награду. Ох, осторожненько, детка. Давай. Что? Ладно, я пошутил. Давай, собираемся. Хилимся, хилимся, живем. Где отсюда? Хорошая награда будет за него. Тысяч 20 душ. Как вам, нормально? По спине тебе, осторожненько, осторожно. Отходим. Отходим. Не, можно убить. Ну, тем более, втроем. Просто, когда я играл, да, тогда у меня была, так сказать, когда я первый раз играл, не совсем сетевая игра была, так сказать. Ну, немножко скачанная, так сказать. И тогда, конечно же... Тихо, 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 тихо. О, все, я успел. Все, убили, отлично. Видели, у меня чуть оружие не сломалось. Ну, 17 тысяч, нормально. Ну, и все, и это, приветствую. Сейчас... Но, смотрите, мы убили босса, нас отсюда сейчас не выкинут. Потому что это не считается за босса. Босс, он был бы в том месте, в другом. О, то есть, по идее, если мы были бы в другом месте, дрались бы с ним, да, нас бы сейчас отправило домой. Но в игре не считается, что мы убили босса. Ну, помните, у нас есть белая какашка, да? Мы можем всегда вернуться домой. Поэтому, зачем нам возвращаться домой? Пускай нас убивают. Пускай убивают, потому что мы ничего не потеряем. Но мы приобретем опыт, то есть, халявный опыт. Видите, они сейчас будут убивать, а я буду получать за это души. Ой, больно, больно. Так, какое-то там еще оружие у нас есть. Переключаемся. Ну, ладно, давайте, я не хочу раскрывать все карты. Ладно, здесь мы уже все видели. Все, возвращаемся обратно. Кстати, первый раз я заюзываю эту способность. Никогда не использовал. Никогда. Обычно я буду до самого конца. Хорошо. Заметьте. Если мы выполняем свой долг, то есть, убиваем босса, ну, сейчас не считалось это, потому что я уже сказал, почему, да? Он был бы боссом в другом месте. Нам бы дали человечность, я уже говорил, и при этом отрегенили бы их хп и починили бы все оружие. Видите, сейчас мне этого и не дали. Так же нам фляску бы восстановить, и так далее. Но мне сейчас этого не дали, потому что я не до конца был, я ушел сам, да? Ну, не смысл там уже находиться. О, интересная разгадшка у него. Нам сейчас самое главное убить босса, убить босса, убить босса, а барбоса. У нас есть 21 тысяча душ, это, в принципе, очень хорошо. Я хочу сделать одно дело. Ой, 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 извиняюсь. Одно дело. Быстренько сделайте быстрый проход. Опс, 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 опс. Нормально пробил. Все, пробегаем дальше, пробегаем. Опс, опс. Видите, с нами тоже кто-то дерился. Что-то оставил мне. Огненная бомба. Хорошо. Как раз нам нужна для этого дела. Я хочу проломать стеночку поболее, да? Чтобы потом не было проблем. Опс, 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 опс. Опс, нормально. Можно улучшать оружие, но пока смысла нет улучшать это оружие. Хорошо. Потом давайте сделаем вот так, вот так и поставим сюда бомбочку. У нас уже три бомбы на халяву. Сделаем так. Кстати, это можно было сделать с помощью его. То есть можно было... Можно было сделать так, да? Чтобы он кинул бомбочку на нас. Кстати, надо было ту миссию до конца выполнить. Я бы получил, блин, человечное. О, еще один бежит, желающий. Опа, 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 опа. Не опускаем, не опускаем. Все, отлично. Что ж, давайте так мы и сделаем. То есть еще раз поможем, чтобы я восстановил человечность на халяву. Может быть, нас призовут уже к нормальному боссу, да? Которого я хочу сейчас убивать идти вместе с вами. Так, у тебя мы ничего не купим. Ничего полезного нет у тебя. 21 тысяча. Я сейчас пошел бы очки опыта распределил, да? Давайте пока убьем. Вот. Видите, в чем плюс, что быстренько вызывают. Опа, опа, оп. Все, поехали. Кстати, когда он, например, еще дрался, да, и меня вызывает, то при вызове, когда уже вызов бы окончился, да, враги бы все остановились и перестали бы меня бить. Вот видите, он махает. Пойдем, вратюня. У меня доспехи самые бичевские. Это маг. Давайте сейчас позовем еще одного. Видите, когда мы сюда выходим немножечко, прибегая слева, один мудак. Ой, извиняюсь. Вот он. Все, порешали его поболее, порешали. Вообще, здесь играть за манго очень легко. То есть, у манго невероятно сильный дамаг. Если вы хотите играть по-легкому, берите манго, найдите колокольчик, драконий колокольчик и собирайтесь через молнию. Все, игра выиграна. Я собирался, у меня был дамаг, да, молниями, это, по 750, 750, понимаете, что такое? На, на, на. Так, все отлично получилось. Но позади еще пришли. Нет, други. Еще раз. Отлично, еще. Давай, вставай. Вставай с колен. Видите, в чем плюс, когда ты делаешь со спины сильный удар, да? Так, сейчас мы подберем плюшку. Заметьте, плюшки, которые выпадают, да, они скромные. То есть, это в основном вот эти самоцветы, да? То есть, хилки. Когда вы фантом. То есть, когда вы фантом, доспехи не выпадают никогда. Вообще никогда. Здесь я все знаю, прекрасно. Здесь даже плюшки, но мы не будем возвращаться обратно, да? Потому что мне нужно, чтобы, вот, моя миссия была окончена. И мне за это дали человечность. Ну, что ты хочешь? Ну, что ты бегаешь-то, а? Слезай. Сейчас я ему покажу подарок. Видите, я не знаю, он играет первый раз, или... Там, кстати, ловушка, смотрите, ловушка сейчас бывает. Да, видите, я все знаю. Иди. Потом, помните, подбирали ключа Фароса, да, или как он называется? Вот он, вот этот секрет, ключ Фарос. Здесь появится свет где-то, вот он. Пускай он делает слоса, это все сам, видите, я не хочу трогать, да? Чтобы не мешать. Он сам бы сам увидел, поверьте. То есть, я не спойлерил, ничего не делал. Он бы свет увидел сам. А вот если бы я ударил, это был бы спойлер, да. То есть, я бы за него все решил. Но я могу сделать вот так. Очень интересная дверь, да? Ее невозможно открыть, но при этом можно сделать так, чтобы они вышли оттуда. Че, пойдешь? Вот видите, он сделал, он ударил, да? Вот они идут. Это офигенный прикол, мне нравится. Осторожно. На полгу. А кто драться хочет, да? А-а-а-а, ну что? Да все-все, порешали. Че, опять будет, видите, самосвет жизни. Здесь тоже сундучок лежит. Я, конечно, это все знаю наизусть. Но, такими темпами, конечно, мы не скоро возвратимся к себе домой. Потому что мы свою миссию, в принципе, не выполняем. Наша миссия, я говорил, это убить там босса и так далее. Ну, самое главное, хотя бы я вам, вот, показал вам сетевую игру, все особенности. Мы зарабатываем души, при том, что мы не боимся даже то, что нас убьют, вообще все равно. Ну, как все равно, опять же, я говорил, если нас убьют, то наша миссия не будет выполнена никак. Или, если убьют его, кто нас призвал, то мы не получим починку оружия там и так далее. О, так смотрел на меня. Да, господа, чувствую, это надолго. Это реально надолго. Он хочет весь замок обойти со мной. Ээээ, а смысл? Немного глуповато, немного, ну ладно. На, все, казни, ооо, все, долг исполнен, долг исполнен, ааа, ааа, это, извиняюсь, я немного, о, шелковистый камень дали. Вот видели, да, как взяли, испортили, такой момент, я стоял, песню пел. В итоге, во-первых, вернули человечность, во-вторых, труп застрял в стене, это все из-за этого, из-за фантома. Все оружие, ведь, у меня целое, и заряды у меня, фляги все полностью восстановлены. Вот, что значит помогать другим. Ох, сколько помощи-то, ох. Но, у нас есть ключ фароса, и мы сделаем следующее. В этой серии мы сейчас пойдем в ту же самую секретку и тоже заберем все итемы. Это будет нам полезно. Но, само собой, мы это сделаем соло. Зачем какую-то помощь вызывать? Немного вышли, он пошел к нам в гости. Опа, 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 опа. О, нет, нет, не опа, стой, 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 подожди, друг. Вот так надо. Конечно же, может быть, мы будем использовать помощь, да, когда реально нам будет тяжело. Почему бы и нет? Мы другим помогаем, а нам помогают? Это будет нечестно. Наверх мы не лезем. Я думаю, вы помните почему. Потому что это одноразовый босс. Он появляется здесь один раз, но он потом будет появляться в другом месте. Хотя, может, все-таки зарезть, потому что здесь его убивать смысла нету. Ну ладно. Пускай будет. Все, конечно, идем дальше. Не заморачиваемся. Опа, оп, оп. Все, казнили. О, подарочек мне кинули. Давайте выбьем флягу. Пойдем вниз. Вот она, где мы здесь и были, да? Ну там, видите, было легче, у нас было двое. То есть он агрил на себя людей, да, я их бил. А здесь я буду посложнее. Меня могут тоже порешать здесь, кстати. Вот видите, один попал, второй попал. Нет, не попал. О, 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 как больно, да? Так, выпиваем. Кстати, в этой игре можно пить флягу два раза. Я это узнал слишком поздно, когда уже начал заканчивать игру. То есть вы жмете это пить флягу, смотрите. А, сейчас я не могу показать. И потом сразу же быстро жмете еще раз. Сейчас я не могу показать, потому что у меня один заряд. Это очень важно. Это реально очень часто решает. Большая стрела души это заклинание, нам не нужно. Большая душа мертвеца нам нужна. У нас уже 23 тысячи душ, нам нужно будет апгрейдить своего героя. Оружие мы, я думаю, пока не будем улучшать, смысла мало. Вы помните, что там есть ловушка. Ловушка здесь или отрава, да, или стрелялка. Вот вы видите, да? Угу. Осколок титанита, я уже говорил, для чего он нам нужен. Помните, мы нашли халявный камень, да, фароса? Вот халява, который стоит 4 тысячи. Бьем по стенке. Здесь мы возьмем колесо регенерации выносливости. В принципе, не такое уж прям супер колесо. При том, что если мы нормально прокачаем выносливость, она вообще будет неактуальна. Но пока у нас есть свободные слоты. Видите, мы будем с зелененьким светиться. И кусок титанита. Так, ну и само собой, давайте постучим по дверке. Открывай! Видите, сразу начинают ворчать, так ворчат, ворчат. Кто там? Выходи, братюня. Блин, я разозлил его, слишком разозлил. Видно, что не любит, да, непрошенных гостей. Прыжок. Блин, хотел бы идти со спины. Ну, че ж ты так делаешь-то, а? А-а-а! Не, это уже слишком нечестно. Скушаем плюху. Давай-давай-давай. О, как больно-то, смотрите. Реально какие-то злые, очень злые. А, ты щитком, да? Да что ж такое, я себя убью. Пропустил удар. Нет, он хочет играть в крысу, но давайте тогда отрегенимся. Не будем рисковать, умирать нам не надо. А если мы сделаем таким образом? Давай, ударяй меня, ударяй. Ударяй. Засранец, а? У-у-у-у-у-у-у-у-у! Здесь у нас кольцо жизни, большое расколо титанита. Помните, вначале я говорил про кольцо жизни, да? Это был дар, мы могли выбирать. Но, я так говорю, бессмысленная ерунда. Увеличивать хп, это, конечно, хорошо, да? Но, в любом случае, мы потом этот саот заменим другим кольцом. Хорошо, мы сделали самое главное, да? Но, мы сейчас можем пойти еще дальше. Мы можем открыть проход к боссу. И уже в следующей серии потом пойти убить босса, так? Давайте так мы и сделаем, ага. Отрегенимся, хорошо. Здесь очень опасно, в том плане. Хотя можно сделать вот так. Видите, здесь есть черные бочки. Вот они стоят, вот три черные бочки. Это бочки с этим... С порохом. И, короче, когда мы будем подходить к той черепахе, да? Нас могут взорвать, и мы сразу же умрем. Поэтому попробуем сделать вот так вот. Вот. Как вариант, сделать большой бадабум. Большой, большой бадабум. Вот, смотрите, он даже не возмутим. Хорошо, а мы сделаем еще лучше. Смотрите, обычно его убивают с помощью этих катапульт. Видите? То есть вы ударяете его, он идет за вами, вы забегаете и стреляете. Но это будет слишком долго, нам быстрее сделать вот так. Вот так вот. Опа. Видите, да? Мы его очень быстро можем убить. За него нормально дают душ. Сколько там? А, 250. Нет, это ненормально. Давайте сейчас быстренько здесь все зачистим. Опа. 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 Да что ж такое-то. Почему он не хочет умирать? Я не понимаю это вообще. В этой игре странные персонажи, почему-то не все хотят умирать. Сейчас мы пока сходим сюда. Здесь, в принципе, не так долго бегает. Да, здесь просто давайте пробежимся. Соберем все. Здесь ничего нету. Ладно, давайте идем дальше. Там будет всего лишь одна штучка. Это вот дерево, да? Это не просто так стоит. А потом вы узнаете, зачем оно стоит. У него очень интересное предназначение. Очень интересно. Все, забрали плюшку. Наверх пока мы не идем. Там другая история. Ну что ж, нам осталось убить еще двоих. Давайте тогда мы сделаем вот таким вот образом, чтобы опять экономия времени. Опа. По минус один. Блин, а он без щитка был. Нам будет наш этого убить. Ладно, какая-то. Давайте попробуем убить этого со спины. Нам еще нужно будет убить пару человек. А-а-а. Да что ж такое. Ладно, ладно. Нет, надо сделать. Видите, в чем интересно? Это искусственный интеллект. Блин, успеваю. Успел. Ну, дамаги маловато. То есть, одного удара мы не можем убить. Одного прокаста. А-а-а. Так он хочет поддраться со мной. Ну ладно. Пойдемте, тогда сразу сделаем все дела. Здесь немножко дел у нас. Убьем еще вот этого. Опа. О, быстро мы его. Очень быстро убили. Что у нас здесь? Лентарная трава. Она нам не нужна. Еще у нас здесь есть еще плюшки. Вот там вот. Но тут не все так просто. Здесь у нас будет засад. Да, поэтому мы сделаем вот так. И вот так. Опс. А потом сделаем вот так. Опа. Опа. Вот так вот. Все скромненько. Нет смысла с собой всю игру таскать ножички. Чтоб просто так они лежали. Вот. Алибарда. Душа безымянного солдата. Алибарда очень хорошее оружие. Я бы им играл. Но. Решил все-таки салатом найти свой любимый меч. Он мне очень понравился. Я смотрел видос. Именно этого меча. Да. То есть, на Вики нашел меч. И там посмотрел, как он выглядит. Мне понравился его анимаз. Вот. Смотрите, получше нашли. Еще показатель C. A, B, C. Да. Вот. Отлично. Пойдет. Хотя, опять же, эти доспехи, они все бомжовские. Вот. Вот там появится. Помните, мы убивали босса. Я сказал, что он одноразовый. Он появится вот за этой дверью. Если вы его там не убиваете, или просто за эту дверь заходите, он будет там стоять. Самоцвет, косточка возвращения. Хорошо. 24 тысячи душ. Это очень хорошо. Можно быстрее. Можно попробовать прямо сейчас пойти убить босса. Но это, блин, я не знаю, таким оружием. А, блин, надо убить. Убил? Молодец. Убил. Осколок титанита. Видите, этих тараканчиков, да, кристальная ящерица называется. Ее надо убивать. Из них выпадают редкие вот эти вот осколки титанита и так далее. Мерцающий титанит. И тому подобное. Это очень важно. Ну все, сейчас убьем вот это чудо. Опа, опа, опа. Все убили. Так, а нас никто не хвалил? Нет, наверное, блин. Ммм, нет. Былышник впереди, короче, осторожный смерть. Видимо, никому не понравилось. Не оценили мой юмор. А, подождите, это не был юмор даже. Это же правда было написано. Хорошо, поднимаем осторожненько трупик. Огненная стрела. Огненная стрела тоже очень хорошая вещь. С помощью огненной стрелы можно также бочки взрывать с порохом. Все, собственно, вон там у нас находится босс. Пока мы к нему не идем, пока мы идем сюда, вот. А, они что-то опять сидят, да? А-а-а. Потому что, видите, мы начали ходить по другому пути. Давайте их убьем быстренько. Мы начали ходить сверху, поэтому, видите, они сидят здесь. Ой, извините, я вас потревожил. На, на, на. Он все время сидит на одном месте. Я не понимаю вообще это. Как так? Все, бежим, бежим. Хорошо, мы открыли себе проход. Проход, проход. Я вот говорю, вот оружие мне не очень нравится. У нас такие слабые метчики. Конечно, мы будем использовать смазку, да? Ну, сколько у него атака? 120 есть хотя бы. А что у нас вообще с оружием? Ага, ты, алибарда. Кстати, мы можем убить... А, нет, мы не можем убить, извиняюсь. Показалось. Алибарду мы не можем надеть. Хорошо, сделаем так. Тогда попробуем тогда об этом выпуске, давайте. Сначала мы тратим сейчас все души и пойдем убивать боссов. Тем более, там можно будет призывать фантома, который по сценарию задуман. Ну, который бот, короче говоря. От него только немного, но потанкует. Это хорошо будет. Так. Доспехи. Про доспехи я еще подумаю, какие нам взять. Кстати, да, я хочу еще подобрать себе доспехи, придумать вариант. Всегда я брал какие-то там самые защищенные от физ. урона, там. Брал тяжелые, брал не тяжелые. Теперь я хочу сделать доспехи, которые максимально защищают от стихий. От огня, от молнии и так далее. Я потом посмотрю, какие лучше всего собрать и будем собирать. Пока мы ничего не апгрейдим, да, пускай лежит. Потратим сейчас полностью все души сюда. Возле чея, пока мы не трогаем, стойкость нам нужна была бы. Вот так. И ловкость. О, сколько у нас много душ-то. Ой, как мы можем прокачать. Нам еще нужна будет сила. Да, кстати, для того меча нужна будет сила. Как ни странно. Возле чея нам сейчас не нужна. Стойкость прокачали. Прокачаем жизнь. Вот так вот, отлично. Ага, тысяча жизней. Хорошо. Жизни нам нужны для боссов тоже. Это очень важно. Потому что многие боссы, например, могут на вас наступать там и прыгать и так далее. И там уже решает не физзащита, насколько я помню. Там уже просто решает количество жизней. Ну что ж, попробуем. Попробуем. Надеюсь, убить с первого раза не получится ничего страшного. Еще одна тактика полезная, может вам помочь. Когда вы идете к боссу, да, Так, сейчас, секунду. Ладно, показалось. Когда вы идете к боссу, у него будут отдельные локации. Если вас там убьют, то ваши души останутся там. Кстати, мы уже с первого левила прокачали до 29-го. Смотрите, как быстро уже. Ваши души останутся там. А что же делать, если вам нужно их вытащить? То просто используйте косточку возвращения. Ой, извиняюсь, я заделал вас. Извиняюсь. Не забывайте, что у вас есть косточка возвращения. Вы просто идете опять к боссу, да? Начинается драка. Поднимаете души и взываете косточку, и все. Поэтому я не буду бояться потерять 2000 душ. Хотя они нам все равно нужны будут, само собой. Братюня, на! На! Нормальный дух ударов. Ну что ж. Так, у нас только одна смазка, да? А где-то еще три было. Надо найти будет. Я вот не помню где. Еще заметят, да? Что смазывается оружие только, которое в правой руке. Это очень важно. То есть, если я положу оружие в левую руку, а правая будет пустая, не будет работать смазка. Так, стоп, а это не бот. Блин, а почему бота нету? Я же человек, да? Стоп, странно. Так, кто это? Эдодиш Ройда. Немка какая-то. Квадар и Джо. Нет. Нет, я пока не хочу призывать людей, да? Потому что это будет как-то легковато. Я бы призвал бы бота, потому что бот тупой, он был бы просто мясом. Ну что ж, давайте пробовать сами. Ладно, что заморачиваться, пошли. Босс этот не самый сложный, но все равно, если у него проблемы. Продолжение следует... О, как он быстро пришел к нам. Опа, опа. Так, осторожно. Уходим, уходим, уходим. О, попал. Видите, да? Здесь разрешало только хп. А, давайте я еще одной рукой буду бить. Так, меньше выносливости тратится. Так, осторожно. Уходи, уходи. Ну, поздновато, поздновато. Два раза выпиваю, вы видите, да? Эх, как же я давно не играл с этим, против этого босса. Опа. Видите, здесь самое главное, выносливость нужна. Очень важно, это очень важно. Потому что... Опа, потому что, видите, мы можем не успевать отпрыгнуть. А, сейчас он свою руку оторвет. Да, это будет неприятный момент. О, топает, топает. Ой, 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 топает, как больно. Ой, топает. Так, давайте отойдем. Ну, хорошо, отрегенились. Угу. Оп, оп. Ну, видите, да? Ну, блин. Не успевается, анимация закончится. Не надо меня бить. Не надо меня убивать. Не надо. О-о-о. Да, я тебе сейчас сделаю, и все больно. Все, 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 убил. Я тебя убил, убил. Фух, это хорошо, господа. Заметьте, при том, что у нас оружие. Ну, я считаю, вообще никакое. Просто нулевой ножичек. Ну, этого босса можно было чисто это, голыми руками убить, я вам честно скажу. Его можно было убить. Не такое, что он сложный, конечно. Просто нужно к нему привыкнуть. Просто немножечко привыкнуть. Все, отлично, получили мы. О, знак призыва. Поздновато. Нет, не надо мне больше призыва. Вот, получили мы 12 тысяч и получили ключик. Кстати, да, пойдемте, откроем то, что он открывает. Мы можем также помогать другим убивать этого босса. И будем получать за это души. И будем потихонечку развиваться. Но это смысла не имеет. Знаете, самый главный секрет в этой игре, я вам скажу. Не то, что секрет, а особенность, да. Что вот все, кто вторгается в ваш мир. Все, кто вам помогает по вызову белого мелка. Всем, кому вы помогаете по вызову, по белому мелку. Это все зависит только от одного показателя. Не от левела, не от вашего уровня. Нет, они не дурачки. От общего количества душ. Видите, 44 тысячи. Это количество душ, которое я получил за всю игру. Разработчики, я читал просто у них информацию. Они подумали над тем, что человек может не качать уровень, быть первого уровня. При этом у него будет, ну не первого, конечно же, 15-го, стандартный уровень, да, когда берешь нам воина. И при этом у него будет самое лучшее оружие, доспехи. И он просто его будет кидать к этим, к новичкам, и он будет всех убивать. И они сделали умнее. Они сделали отбор, да, там соперников, помощь и так далее. Отбор именно по общему количеству получаемых душ. Вот и все. То есть, мне будут помогать, и я буду помогать людям, у которых примерно столько же душ за всю игру. 44 тысячи. То есть, человек, у которого там 100 душ, здесь вот будет написано, не 44 тысячи, а, например, 260 душ. В самом начале мы проходили тренировочную локацию. У него будет 260. То мы не увидим его знак никогда. И он не увидит мой знак. То есть, мы никогда с ним не будем драться. Это самая главная особенность игры. Запомните, что весь отбор противников, помощи, вашей помощи, когда вам помогают и так далее. Когда вы наказываете плохих грешников, все зависит только от общего количества душ. Хорошо, мы убили босса, да, мы идем забирать подарочки. Шмот. Опа! 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 Порешал, порешал. Отопен зе дур. Вот солдатский ключ. Как раз вот мы получили убив босса. Сейчас будет сундучок. Здесь будет, наверное, написано «Колжец». А, исчезла надпись, ладно. Здесь, по-моему, кольцо восстановления здоровья. Ага. Ну, не знаю, польза, если от него польза, давайте поставим все-таки вместо этого. Не очень люблю одноразовые кольца, которые увеличивают здоровье на время, а ты все равно потом его сменишь. Сюда мы не зайдем, нам нужно будет кольцо, потом мы его найдем. Все. С этим местом мы закончили. Но нам сейчас нужно идти в первую очередь за моим мечом, это самое главное. Я продумаю план, как быстрее этого добраться. Окей. Пойдемте опять потратим души. Мне нужно сейчас подобрать свои характеристики, чтобы я мог потом носить меч. Носить меч и использовать. Так, красавица, давай помогай. Так, мы не находили, по-моему. Нет, не находили. Мне нужно 20 сил и 20 ловкости. 20 ловкости есть, 20 сил нет. Будем ждать. Не забывайте, что у меня еще увеличивается атака с руки, потому что там же множитель характеристики, я вам говорил, усилим они не идут. Например, вот этот вот кинша, вот этот вот круткий меч, видите? СС, то есть множитель идет с силы и с ловкости. Теперь смотрим, 50, видите? То есть уже плюс 50. Здесь 42. Здесь 150 атака, получается, за 10, получается 99. Здесь 100. 150. Так, все, там мы были, здесь мы были. Там мы тоже были. Здесь у нас еще один персонаж полезный нам будет. Здесь у нас кошка. Как ни странно. Вот она, красивая, очень красивая кошка. Давайте мы рассмотрим кошку получше. Вот так вот. Вот. Очень красивая, видите, красивая анимация, настоящая, реально. Но она, само собой... Ой, тихо, тихо. Кстати, еще полезная информация, что если вы ударили один раз НПК, да, ничего страшного не будет. Он поворчит и все. Если вы ударите три раза, то начнется драка, и НПК на вас обидится, да, он потом не будет вам продавать. Если, короче, вы убьете его, то вам придется потом воскрешать. Там по-разному, там и по 130 тысяч можно душ платить и так далее. То есть это дорого потом обходится. Поэтому, само собой, НПК не убивайте никогда. Если вы ударили один раз случайно, бывает, ладно. Так, давайте поговорим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну все. Вот, во-первых, мы можем покинуть ковенант, да, именно у нее. Во-вторых, мы можем смотреть ковенанты, в которых мы состояли, и в которых мы состоим, и наши ранги. Я уговорил, да, что мы можем в любой момент поменять ковенанты. Это не проблема. Здесь будет отображаться весь список. Всего 9 ковенантов. Я уже говорил об этом. Там тоже у каждого ковенанта свои ранги, там, ну, потом мы об этом поговорим уже отдельно. Предметы. Что она продает? Во-первых, она продает нам кольца, да? Стоп. Так. Кольцо злого глаза. Это типа вампиризм. Вы убиваете врага, у вас немножечко регенится здоровье. Заметьте, регенится не процент здоровья, не количество атаки, а жестко фиксированный размер. По-моему, 40. 40 хп. Это минус. Потом кольцо серебряной кошки позволяет падать вам с высоты, и при этом получать минимум урона. Это кольцо нам нужно будет, чтобы прыгать потом в одну дыру. То есть кольцо, оно хорошее, обязательно мы потом его купим. Кольцо красного глаза. У вас начинают светиться глаза, и все враги агрятся именно на вас. Это, например, полезно, когда вы играете за фантома. Вы появились в другом мире, да? Помогает человеку. И все юниты агрятся на вас, а не на вашего хозяина. Это очень важно. Слушай, если убивает хозяина, то все, не было смысла идти даже к нему, правильно? Именное кольцо. В принципе, я не знаю зачем. Я знаю для чего оно, но я ни разу еще не использовал его. Там, я помню, что там нужно было, короче, там выбираешь бога, по-моему. И ты можешь потом присоединяться к игрокам и драться с ними. Или, может быть, он просто увеличивает шанс. Но смысла ни малейшего нету, поверьте. В этой игре вы будете находить очень много колец. И у вас всегда будет не хватать слота для кольца. И носить это, да? Это просто, не знаю, смысла не имеет. Вначале, может быть, да, но потом нет. Вот уже хорошее кольцо. Кольцо шепота позволяет слышать голоса врагов. То есть, вы одеваете кольцо. Если рядом есть враг, то вы будете такой гул слышать. Типа шум-бум-бум-бум. То есть, вы будете понимать, что рядом враг. Также, это кольцо нам нужно будет, чтобы поговорить кое с кем потом. Поговорить с животным, так сказать. Так, дальше, да? Вот, косточки возвращения. Ну, собственно говоря, возвращает костру. Мы уже использовали. Радужный камень. Смысла от него никакого нету. Череп тоже притягивает врагов. И блокирует использование эстуса. Ну, тоже от него смысла мало. Ничего не подошло. Мы просто посмотрели, что она продает. И просто познакомились с ней. Сейчас покупать мы ничего не будем. Все очень дорогое. У нас мало душ. Вот же да, вот мы будем потом прыгать. Но это будет позже. Пока я тогда думаю, давайте прокачаем дальше левел. Все души активируем. Нет смысла сейчас носить их, да? Тем более... А, вот смотрите, у нас появилась еще одна. Видите, это большая душа. Это очень важно. Эту душу лучше не использовать. Лучше откладывать ее, да? И мы сможем потом ее на что-нибудь обменять. Типа на оружие, на доспех. Не доспех, а на щит, на оружие, короче говоря. На доспехе нельзя, к сожалению. Можно еще на заклинания. Очень редкие. Это важно. Поэтому давайте положим ящик. Тем более, он даст примерно, по-моему, 7 тысяч, да? 7 тысяч душ. Это не стоит того, поверьте мне. 8 тысяч потом быстро будете фармить. То есть потом, я говорю уже, у вас там по 10 тысяч, по сотне тысяч будут душ. А вот именно эту душу потом будет проблематично найти. Вам придется будут заново убивать этого мудака. Вам нужно будет кидать, скорее всего, уголь, да? Он, скорее всего, опять этого босса вернет. И убивать. Так, 3 тысячи луна. Давайте сейчас теперь прокачаем характеристики. Пока я прокачиваю, чтобы мне хватило на меч. Потом будем также и хп, очень важно. Хотя можно и хп сейчас прокачать. Кстати, прокачаем хп, а мы еще не скоро меч... Ой! У нас всего лишь один левел. Ну ладно, я там думаю, побольше будет. Я уже говорил, что хп решает. Она хотя бы 2000 хп в этой игре. Хотя бы 2000 хп. Это чтобы боссы на вас падали, там, сбивали, били. И при этом вы выживали хотя. О, смотрите, видите, она сюда перешла. Она переходит, когда мы убиваем того босса. Можно у нее купить кольцо, я уже говорил, да? То есть если покупаете на 10 тысяч, она дает кольцо. Но мне кажется, это немного, это не будет смысла. Потому что у вас будет прирост душ, и у ваших врагов тоже будет прирост душ. Другие игроки, я имею ввиду, которые будут фантомы, которые будут на вас нападать. То есть они тоже будут равняться на ваши души, не забывайте. То есть из этого кольца вы будете ускорять это, понимаете? Вообще говоря, смысл, в принципе, я думаю, нет. Тем более, опять, лишний солод не хочу. У нас больше нет колец? Все, вот у нас 5 колец. Все, отлично. Ну давайте закругляться тогда. В следующей серии мы пойдем уже по пути к нашему новому оружию. Обязательно уже его найти, чтобы потом зачаровывать его постоянно. И уже доспехи. Я придумал какие-то доспехи. Познавательная была серия. Вы увидели, как я, во-первых, играю по сети. Во-вторых, вы увидели, как я помогаю убивать босса, которого не зачитали. Ну не важно, зато дали душу, за него 17 тысяч. Во-вторых, или в-третьих уже, вы увидели, как мы убиваем босса, самого босса, гиганта. Все, то есть уже пользу мы сделали. Доспехи пока у нас бомжовские, но как-то выживаем. Ну все, давайте до следующего выпуска. Пока!